Здравствуйте! Сегодня мы с вами свяжем вот такой узор. Называется он вертикальный ажур. Раппорт узора в высоту всего лишь два ряда. Для образца набираем количество петель кратное 6, плюс 3 петли для симметрии и 2 кромочные петли. Приступаем к вязанию. Первый ряд раппорта. Кромочную провязываем лицевой. И начинаем вязать раппорт по горизонтали. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Делаем накид и провязываем 3 вместе лицевой. 3 следующие петли с левой спицы провязываем вместе лицевой петлей. Накид. Вот мы связали раппорт по горизонтали из 6 петель. Затем повторяем. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Накид. 3 следующие петли провязываем вместе лицевой. Делаем накид. Вот мы связали еще один раппорт. И так будем вязать до конца первого ряда. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Накид. 3 следующие петли с левой спицы провязываем вместе лицевой. 1, 2, 3. Провязываем эти петли вместе лицевой петлей. Делаем накид. Повторяем сначала. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Делаем накид и провязываем 3 вместе лицевой. Накид. И в конце ряда у нас осталось 3 петли для выравнивания рисунка. Провязываем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Кромочную вяжем также изнаночной. Вот мы связали первый ряд раппорта. Переворачиваем. Второй ряд. Кромочную провязываем лицевой. И начинаем раппорт узора. 3 лицевые. 1, 2, 3. Три изнаночные. Первая петля у нас накид. Провязываем его изнаночной петлей. Вторая изнаночная. И второй накид также вяжем изнаночной петлей. Вот мы связали раппорт по горизонтали. Затем повторяем. 3 лицевые. 1, 2, 3. Три изнаночные. 1, 2, 3. Три лицевые. 1, 2, 3. Три изнаночные. 1, 2, 3. Накиды вяжем изнаночными петлями. И так будем вязать до конца ряда. 3 лицевые петли, 3 изнаночные. В конце ряда осталось 3 петли для выравнивания рисунка. Провязываем их лицевыми петлями. 1, 2, 3 петля. Кромочную вяжем изнаночной. Вот мы связали второй ряд раппорта. Довязав второй ряд, мы связали весь раппорт узора. Третий ряд начинаем с первого. Вот такой узор вертикальный ажур у нас получился. Продолжение следует...